Ленинградская область Филипп Старос умер в 1978 году и был похоронен на Большооктинском кладбище как выдающийся советский ученый. Настоящее имя этого ученого Альфред Сарант. Он был американским коммунистом и долгое время вместе со своим соратником Джоэлем Берром передавал стране советов за океанские секреты. Говорят, бесплатно. Я думаю, что это правда, потому что это похоже на них. Это характер их. Бесплатно делать все, понимаете. То есть они никогда бы за деньги на это не пошли. А это были их убеждения. Они были настоящие коммунисты. В 1949 году ФБР раскрыла шпионаж Альфреда Саранта. Ему грозила смерть на электрическом стуле. Благодарная советская разведка организовала ученому и его семье побег. Саранту изменили внешность, сделали новые документы. Он начал жить и работать в СССР. Я с трехлетнего возраста жила здесь, а я всегда знала, что родители американцы, поскольку мы все говорили по-английски, это был мой первый язык. Я говорю как русское, правда? Хорошо и пишу без ошибок. В России Филипп Старос стал заниматься микроэлектроникой. Насколько серьезно можно понять уже из того, что сам термин микроэлектроника был придуман им. В конце 50-х Старос создает первую в мире малогабаритную универсальную вычислительную машину ОМ. Изобретатель называет ее мини-пьютер. По мнению многих, это первая в мире персоналка. А наша героиня, Филамел Старос, выходит первый в мире ребенок, имевший компьютер дома. Первая машина была более большая, так сказать. Вторая уже немножко более миниатюрная. Но потом ее еще доводили дома. Но со второй машиной, УМ-2, уже используют для космических целей, так сказать. Вот когда у нас Гагарин полетел. Хотя в доме Староса и стоял мини-пьютер УМ-1, задачки своей дочери электронщик решал собственным умом. Я, например, физику никогда в школе не знала. Он мне ответил на нас, говорит, ты сколько сидел над задачкой? Я говорю, ой, полчаса. Он говорит, что ты говоришь? Полчаса? Ты потеряла полчаса? Боже мой, если ты пять минут просидела, сразу иди ко мне. Я тебе сразу все... И потом получилось так, что пять минут я сижу и иду к нему. Он мне только два слова сказал, дальше я уже сама понимаю. Не знаю, как это так получилось. И он мне говорит, слушай, у тебя талант. Единственный из моих детей, ты понимаешь, по физике. Кроме мини-пьютера, Филипп Старос подарил советским людям микрокалькулятор и транзисторный приемник. Но славы Билла Гейтса не сыскал. Подвел социализм. Не тот, в который верил американец, а реальный. Расцвет Староса, как изобретателя, связан с эпохой Хрущева, который симпатизировал американцу и щедро финансировал его отрасль. У Брежнева были свои взгляды на электронику. Он вспомнил несоветское происхождение Филиппа и отстранил его от руководящей должности. Оказавшись не у дел, обрусевший американец скончался от сердечного приступа. Его жена уехала в Америку. А Филомел Старос осталась в нашем городе. Переехала в этот дом, потому что с мужем военным и четырьмя детьми в квартире отца тесно. Первого сына нарекла в честь папы, Филиппом. Когда узнала, как отца зовут на самом деле, пришлось родить второго, Альфреда. А еще две дочки, Джейн и Диана. Имена американские, а будущее, видимо, российское. Ну, куда ехать? Я думаю, никуда не ехать. Жить можно везде. Главное, как жить. Редактор субтитров А.Семкин